Сегодня поговорим о лечении геморроя с применением лазерных технологий. Какие преимущества это даёт, расскажет врач-колпроктолог, хирург Анастасия Александровна Репина, которая ведёт приём в СМ-клинике в Старопетровском проезде. Здравствуйте! Лазерную технологию можно применять при любых стадиях геморроя или только при начальных и лёгких проявлениях болезни? Да, конечно, лазерные технологии в проктологии доступны на любой стадии геморроидальной болезни, будь то третья или четвёртая. Конечно, при запущенных случаях нам приходится комбинировать методы лечения, добавляя классические сечения и с использованием радиоволновых методик, халдоплер, либо другие какие-то ещё методики. Однако есть большое количество вариаций патологии и случаев, где даже на третьей-четвёртой стадии нам удаётся достичь отличных результатов даже одной лазерной вапоризации. А чем лазерная технология отличается от других методов лечения? Начнём с того, что лазерная технология в проктологии – это один из самых высокотехнологичных и малоинвазивных методов. Помимо этого, это ещё и малотравматичные методики, так как работая внутри узла, мы не травмируем слизистую, благодаря чему мы добиваемся минимальных болезненных ощущений для пациента с максимально быстрым улучшением качества его жизни. А есть противопоказания к применению лазера? Список противопоказаний не сильно широкий. Как и в любой хирургии, это острые заболевания, обострение хронических заболеваний, онкопатология и, конечно, недообследованность пациента, здоровье которого вызывает сомнения. Даже у беременных кормящих мы можем применять лазер для обострения таких патологий, как геморрой, свищи, трещины. А к этой процедуре нужно как-то специально готовиться? Обычно за несколько дней до манипуляции пациенты сдают анализы крови, мочи, выполняют рентген лёгких, ЭКГ. Накануне операции, вернее, непосредственно перед операцией, их консультирует терапевт, анестезиолог по результатам обследований. Накануне операции с вечера я обычно рекомендую полностью однократно очистить кишечник специальными препаратами. Однако, если у человека есть какая-либо непереносимость подобных препаратов, например, частые диареи, длительные диареи, то вполне обосновано применение с утра перед операцией обычных микроклизм. А в чём суть процедуры? Сколько времени она занимает? Суть лазерных технологий в практологии я расскажу на примере лазерной геморроидопластики. Тончайшее лазерное волокно заходит внутрь узла подслизистое до его основания и происходит выпаривание ткани узла, не нарушая анатомической целостности кишки и не травмируя слизистую, до образования такого белёсого струпа, так называемой белой донатурации белка, благодаря чему мы полностью разрушаем ткани узла и добиваемся отличных результатов. Подобным образом лазер работает и при копчиковых ходах, свещах, трещинах. То есть лазерная энергия разрушает патологически изменённые ткани этих образований. Какие рекомендации следует соблюдать сразу после процедуры? Самой главной рекомендацией, конечно, является соблюдение чистоты и гигиены. Человек должен подмываться, использовать душ после каждой дефекации, после похода в туалет. Также мы рекомендуем соблюдение определённых правил питания, направленных на нормализацию стула. Нам нужен всегда мягкий стул. Ну и какие-то конкретные уже дальнейшие лекарственные рекомендации. Естественно, лекарственное лечение подбирается непосредственно под конкретного пациента. А можно ли садиться сразу после процедуры? Да, сразу после процедуры можно сидеть. Миф о том, что после операции на прямой кишке нельзя сидеть одну или две недели полностью развенчан с появлением лазеров в проктологии. Автомобили можно управлять? Да, большинство наших пациентов приезжают и уезжают в клинику на автомобиле, либо такси. И, в принципе, это даже более предпочтительно, потому что в первые часы после операции человек не перегружается в организм походами в метро, либо до дома. Как быстро можно выйти на работу? Большинство моих пациентов выходят на работу на следующий день. Однако по желанию пациента, по наличию болевого синдрома, по сложности операции мы выдаем ледисты нетранспособности, и человек может пережить вот этот самый сложный свой период, восстановиться дома. Я лично приветствую первые 3-4 дня отдать на восстановление, отлежаться и отдохнуть. Через сколько времени пациент чувствует улучшение? По статистике, на 4-5-6 день пациенты уже перестают принимать обезболивающие препараты. Для кого-то этот срок меньше, для кого-то он больше, всё очень индивидуально. Однако точно можно сказать, что после длительных лет страдания от геморроидальной болезни, свящей, трещин, человек отмечает улучшение уже сразу. После этой процедуры возможны рецидивы возникновения геморроя? Возможно возникновение новых узлов, потому что в норме наша кишка окутана огромной сетью сосудистых сплетений. То есть наличие геморроидальных сплетений для нас это в принципе норма. Если человек не будет выполнять рекомендации данной доктором на дальнейшую жизнь, то конечно спровоцировать образование новых узлов он может. Однако говорить как о рецидиве не совсем верно, потому что работая лазером внутри, например, узла, либо отрещина, мы по сути разрушаем уже полностью ткани сформированные. А что можно рекомендовать для профилактики рецидивов, продления эффекта? Самым важным, наверное, в рекомендациях будет соблюдение определенных правил питания. В питание должна включаться обязательно клетчатка, пищевые волокна, большое количество воды, питьевой баланс. Нам нужно добиться стабильного мягкого стула, постараться привести дефекацию к однократной, трехминутной, без натуживании. Мы рекомендуем пациенту не сидеть длительно на туалете с инстаграмом, с томиком войны и мира. И, в принципе, длительные сидения не рекомендованы. Поднятие тяжести также может стимулировать любые обострения или появление новых узлов. Но и обязательно ввести в свою жизнь двигательную активность, движение – это жизнь. Спасибо большое, Анастасия Александровна. На этом мы завершаем нашу беседу. Всем здоровья, ждём ваших вопросов. До свидания. До свидания.